Доброго времени суток, дорогие зрители, подписчики и гости нашего канала! Вы смотрите Польза и Вред. И сегодня у нас Вред и Польза Моцареллы. Моцарелла – это классический итальянский сыр, впервые о котором мир услышал в далёком 1570 году. Сам сыр родом из итальянского города Неаполя. По традиции этот продукт производился из молока азиатского буйвола и называется Моцарелла де Буффало. Этот сыр существует и по сей день. Он является эталоном качества для производителей сыров. Цена на такой сыр составляет примерно 20 долларов за 250 грамм. Однако в современном мире люди нашли недорогую альтернативу – коровье молоко. И теперь моцарелла производится именно из него. Коровье молоко также придало этому сыру уникальности. Во всём мире оно отличается по вкусу и качеству. Соответственно и моцарелла из него будет получаться разное. Сам же термин моцарелла означает конечный этап производства сыра, а именно ручное придание формы конечному продукту. Этот сыр имеет один существенный недостаток – ему отводится короткий срок хранения. Однако итальянцы быстро поняли, что такой сыр можно коптить и сделали его копчёным. Такой вариант называется проватура. Питательная ценность. Моцарелла, которая приготовлена из качественного коровьего молока, является обязательным элементом в питательном рационе любого, кто хочет питаться здоровой и не очень калорийной пищей. Один шарик этого сыра весит примерно 28 грамм. И в нём содержится только 72 килокалории. Но также он содержит в себе следующие элементы. Это 4,5 грамма жиров, 7 грамм животного белка и 1 грамм углеводов. Однако ключевая особенность моцареллы в том, что сыр содержит большое количество витаминов и минералов. Один такой шарик может сполна насытить организм человека следующими элементами. Неоцин, либофлабин, тиамин и биотин. А также витаминами В5 и В6, которые активно участвуют в обменных операциях для ряда органов эндокринной системы. Благодаря такому богатому составу можно улучшить здоровье органов зрения и кожи. Но и это ещё не всё. Моцарелла содержит в себе огромное количество жирорастворимых веществ, которые положительно влияют на опорно-двигательный аппарат человека. Среди них можно выделить витамины А, Д и Е, которые защищают клеточные мембраны от окислительных процессов организма. В этом итальянском сыре содержатся и микроэлементы. К примеру, в одном салатном шарике учёные обнаружили 183 грамма кальция, что на секундочку больше дневной дозы аж на 18%. А сам кальций известен тем, что улучшает целостность костей и защищает зубную эмаль от разрушения. То же самое количество моцареллы может обогатить человеческий организм фосфором с превышением дозы на 13%. Фосфор поддерживает работу мышц, сердца и почек. В связке с кальцием прирост пользы для человека будет ощутим. В качественной моцарелле можно обнаружить йод и селен. Они нужны для борьбы с воспалительными процессами, а также для восстановления роста волос. В итальянском сыре есть и другие полезные вещества. Мы лепдаем на различные виды аминокислот, калий, магний, хлориды, натрия и железа, а также много других питательных элементов, которые необходимы человеческому организму. Польза. Итальянская моцарелла идеально подходит для обогащения белком, который играет не последнюю роль в выработке энергии и поддержании мышечной массы. Если придерживаться общепринятых норм, то потребление этого сыра может защитить человека от ревматизма, который появляется из-за скопления кристаллов мочевой кислоты в суставах. Кальций, которого в моцарелле предостаточно, помогает сбросить лишний вес и защититься от рака молочной железы. Но самым важным свойством можно смело назвать защиту от метаболического синдрома, который может вызвать такие болезни, как эндокардит и миокардит. Витамины группы В6 и В12, содержащиеся в этом продукте, могут защитить от повреждения кровеносных артерий. Удивительно, но в моцарелле присутствует и цинк. Он славится тем, что поддерживает синтез белков в организме, ускоряет рост и развитие клеток и укрепляет иммунитет. Один салатный шарик этого итальянского сыра содержит 9% дневной нормы цинка. Моцарелла и диета. Учеными давно доказано, что диета, которая будет включать в себя небольшую дозу моцареллы, может принести следующие плоды. Общее укрепление скелета. Стабилизация давления крови на стенки кровеносных сосудов. Предотвращение артрита и ему подобных болезней. Общее укрепление иммунной системы человека. Препятствия развития заболеваний скелета и мелких костей. Быстрое заживление травм и переломов костей. Помощь в восстановлении зрительного аппарата. Укрепление нервной системы и помощь в ее восстановлении. Помощь в устранении частых головных болей. Остановка излишней свертываемости крови. В итоге мы имеем продукт, который отлично вписывается в рацион людей, страдающих с самыми различными заболеваниями. Начиная с простой мигрени и заканчивая тяжелыми болезнями сердца. Также не стоит забывать, что этот сыр можно сделать ингредиентом практически любого блюда. Всегда нужно совмещать приятное с полезным. Но и вред. Сыр моцарелла не является лекарством от всех болезней. У него есть и свои негативные последствия, которых, впрочем, можно избежать, если употреблять его в небольших количествах. Людям, которые страдают хронической гипертонией, язвой желудка или гломерулонефритом, следует употреблять этот продукт очень осторожно, ведь он может вызвать осложнение. Это относится и к лицам, имеющим почечную недостаточность и непереносимость молочного белка, ведь в сыре его очень много. Людям, которые страдают от непереносимости лактозы, сыр моцарелла противопоказан в больших количествах, ведь он может вызвать вздутие живота или даже диарею. И важно, испорченную моцареллу нужно сразу же утилизировать, иначе ее употребление грозит отравлением. Определить испорченную моцареллу легко. На шарике сыра будет видна плесень. Также стоит посмотреть на воду, в которой находится сыр. Если она очень модная, то можно не сомневаться, сыр испортился. На сегодняшний день моцарелла входит в состав различных салатов, пицц, десертов и закусок, так что следует заранее узнать, есть ли моцарелла в том продукте, который будет употреблен, ведь в разных блюдах присутствует разное количество данного сыра. Калорийность. Моцарелла идеально вписывается в рацион тех, кто желает сесть на диету. Однако стоит помнить, что калорийность моцареллы зависит от жирности молока, из которого она была приготовлена. К примеру, жирность сыра, сделанного на основе цельного молока, составляет 45%. Существуют и облегченные варианты, приготовленные на обезжиренном молоке. В таком случае жирность будет равна от 30 до 40%. Ну и подводя итог, следует сказать, что моцарелла это удивительный продукт питания. В нем огромное количество витамин и минералов, некоторые из которых даже превышают суточную норму для человека. Этот сыр можно купить в любом магазине, ведь он распространен по всему земному шару. А купив этот чудный продукт, можно смело приступать к реализации его потенциала. Он легко впишется в салаты, различные закуски и десерты. Но не стоит относиться к нему слишком легкомысленно, ведь помимо своей пользы, моцарелла может в разных случаях нанести вред человеку, который употребляет этот сыр больше, чем надо. Вот и все у нас на сегодня. Ну а поделиться с нами своим мнением или личным опытом можно в комментариях. А с вами был канал Польза и Вред. Если вы еще не подписаны, то подписывайтесь, и вы узнаете еще много полезной, а главное важной информации. А я же всем говорю спасибо за ваши оценки к видео и всем до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok